Всем привет! Я сейчас для своей команды записываю видео. Я буду звонить новичку Маше. Вот у нас была регистрация 8 июня. Мы с ней посмотрели, добавились в чаты, посмотрели видео о сути и вот сейчас буду с ней созваниваться для того, чтобы ближе познакомиться, узнать, все ли ей понятно, узнать, разобралась ли она и чтобы дальше уже нам мы смогли работать. Итак, набираем ее номер. Вот у нас есть общая табличка. Вот ее номер. Я ее предупредила о том, что я сейчас ей позвоню, поэтому она в курсе. Алло, Маша. Привет, это Катя. Ну что, как у тебя вообще? Посмотрела всю папочку? Ну, кроме там третьего, четвертого. Хорошо. А вебинар, который длинный, первый, тоже посмотрела? Нет, который в папке новичка. Там идет, получается, да-да, он самый первый, потом второе, там уже покороче, и пятое, шестое. Короче, посмотрела все, да? Хорошо. Тогда давай с тобой немножко поговорим, чтобы, ну, так скажем, убедиться, что у тебя все понятно, чтобы не было вопросов. Ну, вообще, ну, сейчас пока, вот, после просмотра, какие мысли есть и какие-то там сомнения, может, вопросы есть, можешь задать, я отвечу, если что-то непонятно. И пока все хорошо. Хорошо. Ну, тогда давай я поспрашиваю, чтобы мне было понятно. Если что, я тебя буду поправлять. Хорошо? Значит, смотри, как вообще поняла-то, да, вот в чем заключается суть нашего проекта, да, нашей бизнес-системы, что вообще конкретно вот мы делаем, да? Здесь у нас три правила такие, три условия, так скажем, работы. Вот, разобралась ли у них, какие условия у них, что конкретно, что мы делаем? Три правила. Ну, смотри, наша работа, да, мы создаем в партнерстве с компанией Reflame, для компании мы создаем товарооборот. Это, я надеюсь, что понятно, да, то есть за что нам вообще платит компания деньги? Не за крестивые глазки, как я надеюсь, ты понимаешь, а именно за создание товарооборота. То есть, чем выше будет твой товарооборот, тем, соответственно, выше твой будет процент дохода. Вот, и смотри, значит, мы занимаемся чем? Мы занимаемся, так скажем, раскруткой интернет-магазинов. Как вообще это происходит? Мы партнеры компании, и мы делаем три действия. Вот, их очень важно уяснить. Первое действие – мы пользуемся продуктом сами. Вот, то есть сами являемся потребителями своего же интернет-магазина, который мы развиваем. Там было видео, для чего делать ЛТО. ЛТО – это личный товарооборот. Вот, если ты его смотрел, то я думаю, что понятно, да, для чего вообще это делать. Потому что, ну, я всегда, знаешь, такой пример привожу. Если, например, вот ты открываешь свой, ну, обычный там, земной длинный, да, лимонный длинный. Например, булочную ты открываешь, ну, конечно же, ты навряд ли пойдешь там в какой-то поседний конкурентный магазин себе за хлебушком, да. Наверное, у себя будешь брать. Вот здесь то же самое, да, у тебя есть свой интернет-магазин. Вот мы тебе открыли личный кабинет на сайте компании. Вот, это твой интернет-магазин. То есть тебе выгодно покупать у себя. Тем более у тебя есть исходная карта, как у консультанта, изначально, да, 20% на всю продукцию, плюс скидки самого каталога постоянные, плюс какие-то акции, подарки. То есть, ну, это постоянно у нас происходит, поэтому ходить куда-то в сторонний магазин по привычке, ну, это не очень цельскообразно. Скажу про себя, я когда пришла, я поняла это не сразу. Я поняла это только, наверное, месяца через 2-3. А до этого я тоже по привычке, там, за шампунькой, за мылком ходила, там, в милую и острых чистоты. Я поняла это попозже, но, слава Богу, поняла, и теперь всегда мимо этих магазинов идут, потому что, ну, смысл мне относить деньги к какому-то дяде, да, если я могу эти деньги отнести, грубо говоря, себе в развитии своего интернет-магазина. То есть первое наше правило – мы пользуемся продуктом для себя. Это понятно? Хорошо, как-то не уверена. Отвечаешь, что что-то смущает или что? Это понятно, хорошо. Ну, я просто так тебе прям разжевываю, чтобы уже, ну, как бы, не было, как говорится, сомнений. Это первое, что мы делаем, да. Да, в принципе, это, наверное, основное, потому что, если ты не будешь, ну, как бы, ты, там, твои партнеры не будешь выполнять вот это первое правило – пользоваться продуктом для себя, да, то, соответственно, теряется смысл двух остальных. Так вот, второе, что мы делаем? Мы приглашаем людей в команду к себе. Что это подразумевает? Как приглашаем, да? Я уже говорила в начале, что компания, она платит за организацию товарооборота, да? Понятное дело, что ты, там, себе на миллионы покупать не будешь, тебе не нужно. Ты себе будешь брать, там, ну, то, что нужно любой девушке, да, там, раз в месяц шампунь, там, зубную пасту, какую-то тушь, декоративную косметику, что-то там, какие-то ароматы. Понятное дело, что это, ну, небольшой товарооборот, ты создашь сама личность. Как создать многомиллионный товарооборот? Вот именно методом приглашения людей в команду. То есть наша задача рассказывать людям о возможностях бизнеса. То есть ты приглашаешь, вот как минус какой, да, я тебя нашла в соцсети. Методов у нас много. Можно работать по холодному рынку, то есть с незнакомыми людьми, вот так делаю я. Можно работать со знакомыми. Это проще, потому что люди априори, как я, доверяю, ты просто делишься, ну, так скажем, информацией, да, даешь информацию людям, отвечаешь на вопросы. В случае, если человек, ну, как бы, изъявляет, так скажем, желание, ты его регистрируешь на сайте и дальше уже ведешь, обучаешься, провождаешь. Вот, но это для начала ты и сама, конечно, обучаешься, прежде чем кого-то обучать. Вот, значит, это второе правило, мы приглашаем людей. Методов, как я говорю, приглашений вообще колоссальное множество, да, ты ознакомишься с тобой, со всеми, выберешь для себя комфортный, который тебе подходит и будешь приглашать. То есть смотри, чем больше людей ты пригласишь и, соответственно, ну, не просто пригласить, да, а чтобы человек пришел и, ну, уяснил вот суть, да, и тоже начал, как и ты, делать то же самое. То есть у нас нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое, все делают одно и то же. И таким образом, когда, вот смотри, ты пришла, да, например, сегодня. Через там, ну, ты обучилась немножко или, я не знаю, я тебе, ну, в любом случае буду помогать, потому что мы строим нашу команду таким методом, когда друг подружку мы регистрируем всех. То есть смотри, пришла ты, дальше я опять же, ну, я продолжаю работать и появляется новый человек, я его регистрирую вниз в нашу веточку уже под тебя. То есть, по сути, твой интернет-магазин уже начинает рост, хотя ты, по сути, еще никого не пригласила. И вот смотри, дальше ты пригласишь кого-нибудь, опять вырегистрируем под последнего того человека, то есть они, эти все люди уже под тобой, понимаешь, да, глупый был. Вот. И, соответственно, эти люди, да, они тоже включаются и тоже начинают, ну, каждый просто для себя покупает продукт и тоже приглашает. И вот представь, сначала ты была одна, да, а через там каталог под тобой уже там несколько человек, которые тоже включаются и тоже начинают приглашать. И вот так вот вниз-вниз структура растет, соответственно, каждый пользуется для себя, приглашает и обучается. И, ну, команда разрастается. И таким образом товарооборот создается быстро и он создается большой. Ты получаешь, ну, так скажем, свой процент за то, что ты пригласила людей. Пусть не все, если ты пригласила, неважно, они все равно все под тобой. То есть, ну, как бы это в выгоде остается все, когда строим структуру именно в вертикальном области. Понятно, о чем я говорю или не очень? Хорошо. Вот, это было второе, да. И третье, это вот, я уже говорила, это обучение. Это тоже немаловажный этап, потому что, ну, в любом случае, ты пришла, для тебя эта деятельность новая, тебе нужно будет посмотреть видео, которые я даю, да, что-то где-то само искать. То есть, не ждать, что там я что-то дам, да, ты посмотришь. А если вот ты, как бы, будешь вникать, как я помню, сюда я мальчиком пришла, я так загорелась, я вообще вот сразу уловила эту суть, и все, я весь ютуб перешерстила там, ну, то есть и по рекрутингу, то есть разные методы смотрела и так далее. Как создавать личный товарооборот, научиться. Ну, в общем, самообучение, это тоже важно. Находиться тоже в чатах, хотя бы, я говорю, раз в сутки, два раза в сутки хотя бы заходить в чат и перечислить, потому что там тоже дается нужная информация. Я тебя в чат и в телеграм ведь добавила, правильно? Да, хорошо. Вот, ну, в принципе, вот эти три основных действия мы выполняем, это то, что вот я хотела услышать от тебя. Пользуемся, приглашаем и обучаемся. Сложно, нет ничего. Просто это нужно. Самое, наверное, сложное, делать это просто в системе, ежедневно, потому что если системы нет, я имею в виду, ну, ежедневно приглашать и обучаться, то тогда и результаты не будет. Говорю сразу. Вот, если работать, допустим, там, не сегодня поработать, а на недельку взять перерывчик и ждать, что там денежки с ней его посыпать, то не будет такого. Вот, поэтому, ну, тут смотри, не работа у нас по найму, да, но с тобой начальника денег нет, никто тебя заставлять что-то делать не будет. Все мы взрослые люди, как бы, да, мы пришли сюда зарабатывать, поэтому для того, чтобы зарабатывать, сначала мы обучаемся, потом мы работаем. Работаем, мы рекомендуем дать их на работу, именно вот на работу, да, конкретно приглашение людей, обучение, минимум 2-3 часа в день, для того, чтобы был результат. Так, вот, как скоро он будет, тоже будет зависеть от тебя, не от кого-то, да, а именно вот от тебя, чтобы кто-то понимал. Вот, ну, как вообще, какие мысли тебя? Ну, смотри, попробовать, да, конечно, ну, и не можно, а нужно. По поводу получится, не получится, на первом этапе, да, может казаться, что, ну, блин, там, что-то не получается, и это нормально. Через это будут, через это проходят все, особенно, когда ты только пришла, когда ты только начинаешь. Важно понимать, что, опять же, да, повторюсь, только, как говорится, ну, вот с опытом. Первый раз, там, допустим, будешь, когда, там, с людьми общаться, можно общаться перепиской, как мне сказали, можно голосовой, можно звонить, вот, ну, как бы это, как говорится, того, что гораздо, как ему удобно. Вот, будут и отказы, да, то есть, и нужно будет учиться правильно отрабатывать содержание. У нас тоже это все есть, это все мы тебе говорим, мы учим. Вот, ну, просто суд сама, да, так понимать, создание товарооборота, и чем он выше, тем, соответственно, у тебя больше твой заработок. Вот, на, ты заходила в твой личный кабинет? Под паролем и номером, который я тебе считывала? Не заходила? Ну, вот, нужно будет зайти, потому что, смотри, следующий наш твой этап, это как раз-таки вот оформление первого активационного заказа. То есть, ты зайдешь в твой личный кабинет, осмотришься там, и прямо на сайте есть каталог. Не листала каталог еще? Нет. Вот, на сайте есть каталог онлайн. Первый раз, первый заказ делаешь по онлайн каталогу, то есть, ставишь именно на сайте. А уже дальше тебе каждый раз своим кататиком будет приходить, автоматически вкладываться один каталог бумажный. Ну, там просто можно будет именять количество, если нужно, на сайте каталогов. То есть, ну, это я говорила, что дальше, да, к чему я сейчас подразила, это именно оформление активационного заказа. Его важно оформить, потому что, если не сделать заказ, да, первый, то всегда через несколько каталогов за неактивность, за то, что, ну, вот, ты пришла, и когда ему свой номер неактивен, компания подчищает, это называется терминация. Вот, поэтому для того, чтобы этого не произошло, ни в том случае, да, что, как говорится, свой номер сталкиваться с теми, мы с тобой сделаем заказ, ты просто посмотришь вам, что тебе нужно, да, что заканчивается. Вот, можно еще, допустим, предложить, ну, ту же ссылочку на каталог всеми своим друзьям, подругам можно, там, не знаю, родителям, то есть, ну, просто, как говорится, чем больше людей будет знать о том, что через тебя можно брать, да, там, допустим, со скидочкой, вот, тем, соответственно, твой личный товарооборот будет выше. Еще такой момент, как в каталоге будешь видеть, да, там каждый продукт имеет свой, ну, там будет подписана цена, вот цена каталога своя будет на минус 20%. Каждый продукт имеет свой балл, он подмечается в ББ. Так вот, это такая внутренняя валюта, так скажем, компании, потому что компания международная, ну, и в каждой стране, понятно дело, своя валюта. Для того, чтобы путаницы не было, ввели вот эти вот ББ, баллы. Весь товарооборот исчисляется от компании в баллах. То есть, ну, я тоже потом тебе попозже скину, буду смотреть РОП-маркетинг-план, там все это очень подробно рассказывается, за какие там, на каком уровне такой доход, да, сколько. Все зависит от количества баллов. Чем больше баллов у тебя по структуре, тем выше твой уровень, тем выше твой процент дохода. Ну, это так, если общими словами, ну, все это так можешь. Вот, ну, вроде все, что я хотела сказать. Первый наш с тобой вот сейчас, когда будем потихонечку двигаться к направлению заказа. Ты войди тогда в свой кабинет, посмотри, полазь, полистай-ка полоску. Вот, когда полистаешь, ну, я тебе там скину еще акции, которые сейчас идут для новичков, тоже у них можно будет участвовать, подарки получить. Ну, если захочешь, это не обязательно, но, тем не менее, узнать должна, да. Вот, я тебе подкидываю все, ты смотришь, почитаешь, ну, и потом вместе с тобой я помогу тебе опорнить доказ. Выбрать правильную доставку, там, папа, оплату, ростовый, так, что делать. Все, вопросы есть, нету? Хорошо, ты не стесняйся, смотри, я твой спонсор, да, я твой настанец. То есть я тебя обучаю, я тебя веду. Моя задача, я заинтересована в том, чтобы ты включилась, начала работать и дошла до определенных результатов. То есть я в этом как никто заинтересована. Поэтому не стесняйся задавать вопросы, не стесняйся показаться глупой и так далее. Чем быстрее научишься, тем, ну, сама понимаешь, да, начнешь быстрее зарабатывать. Хорошо. Ну, все тогда. До связи, ВКонтакте, да, будем там общаться. Все тогда, давай, пока. Какая-то у нас Маша совсем неразговорчивая. Да, да, я поняла, хорошо, мы посмотрим, получится, что не получится. В общем, как-то так. Я для себя решила, что... Это, кстати, мой второй созвон. Первый я не запустала. Новичок сам позвонил. Я решила, что буду созваниваться. Потому что, как правило, в переписке очень сложно вот так вот все разжевать, донести, услышать вообще настроение человека. Могу сравнить, да. Вот это мой второй созвон. Первый был позавчера с женщиной. Женщина более общительная, она больше вот задавала вопросов. Выводы, конечно, пока делось рано, но так, на первый взгляд, мне кажется, что, когда человек сам задает вопросы, это значит, что он хочет разобраться. Когда человек вот так вот, ну да, вроде пока все понятно. Мне кажется, что, может быть, какие-то есть стаси-сомнения, о которых человек говорит не хочет. Но это мое мнение. Соберите, что время покажет. Будем сейчас переходить к заказу. Посмотрим. Все, ребята, пробуйте звонить. Это не страшно. Мы пришли сюда зарабатывать, мы пришли сюда работать. Так что давайте будем продуктивными и эффективными. Всем пока.